Приветствую вас! Вот вы знаете, я прочитал ваш текст, у меня возникло такое ощущение, что вы достаточно жесткий человек. То есть, вы такой строгий, такой жесткий, такой может быть требовательный. Вот, у меня очень сильно такое ощущение, ощущение возникло в процессе чтения вашего текста, хотя он, в общем-то, небольшой, такой сам по себе. Вот, и наверняка в нем, в этом тексте вы не раскрываетесь полностью, как личность, но мне очень сильно показалось, что вы прям, вот, жесткий очень человек. Вот, и, знаете, вот вы пишите, что много было вранья, да, вранья, которую я не терплю. Здесь, наверное, первое противоречие, да, то есть, ну, человек, он врет всегда, когда не принимает себя. Когда он не может быть таким, как он есть. Так? То есть, одно дело, не говорить что-то, то, что ты считаешь, не нужно говорить, например. Другое дело, как бы, искажать, ну, информацию искажать реальность, искажать то, что есть. Вот, мне кажется, это неправильно, деструктивно, точнее, с точки зрения отношений, ну, с любой точки зрения, наверное, деструктивно. Вот, но вместе с тем это говорит о том, что человек в себе неуверен, по сути, и его неуверенность в себе, неуверенность в себе человека, она, ведь проявляется, точнее, проявлялась не вдруг. Она начала проявляться, ну, скорее всего, когда-то, когда вы только начали встречаться, или когда вы поженились, или что-то еще. Если вы что-то не терпите, я могу допустить, что вот, давайте неприемлемо во вранье, хотя здесь тоже, возможно, нюансы. Ну, первое проявление вранья, и все. Первое проявление вранья, и все, и вы, и человеку говорите, до свидания. Вот. Ну, нет. Нет. Вы говорите, что было много вранья. Много. То есть, если вранья было много, а вы его терпели, то значит, ну, а вы пишите, точнее, что вы его не терпите, значит, вы себе противоречите. Потому что, вы либо терпите вранье, то есть допускаете, что оно есть, либо не терпите, и, как бы, его нет. Вот. Здесь нужно вам определиться. Это первое. Первое. Это первый момент. Второй, второй момент. Если мы допускаем, что вы действительно такой вот жесткий человек, по сути своей, да, если мы допускаем, что вы такой действительно требовательный человек, по сути своей, то в первую очередь вы, наверное, требуете от себя чего-то. И, в первую очередь, вы, наверное, перфекционист, вы идеализируете. Вы хотите идеальных отношений, хотите там, чтобы человек был идеальный от себя, требуете быть идеальный. Вот. Ну, если вы не требуете этого прямо открыто, но хотите, до процентов хотите. Вот. И, таким образом, получается, что вы и себя-то до конца точки тоже не принимаете, потому что постоянно требуете от себя быть кем-то, кем вы не являетесь, к сожалению. И, вот это объясняет то, почему вы сравниваете всех своих знакомых с бывшим мужем. Потому что бывший муж, по вашему мнению, вас принял. Как это ни парадоксально, но принял он вас только потому, что врал. То есть, человек, который врёт, он понимает, что он несовершенен, он понимает, что он не идеал и с ним легче, чем человек, который делается правильно, с ним вообще не выносимо. И вот здесь очень тонкий момент, то, что с вами может быть невыносимо. Из-за того, что вы очень требовательны и стараетесь всё делать правильно. Вследствие этого люди врут. То есть, смотрите, вы не терпите врань, а на своем поведении вы провоцируете людей на то, чтобы врать. Потому что вы не принимаете слабости. Если я прав, то вы как бы говорите, что если со мной поговорить, я всё пойму. Я абсолютно лояльный человек, я вам верю. Но проблема в том, что если партнёр чувствует вашу устребованность, например, то, как бы так сказать, он боится разочарования. Боится вас разочаровать. И в итоге начинает врать. Поэтому здесь вот, в принципе, такой момент. Изобретите причину того, почему вы не терпите вранье. Почему вы не терпите враньё. Сейчас встречаюсь с человеком, который естественно подозреваю его в обмане. Смотрите. Ну, два месяца назад вы развелись. В принципе, наверное, отношения с мужем у вас закончились раньше. Что вас объединяет с новыми мышинами? Вот конкретно, что вас объединяет, что между вами общего? Почему вы решили встречаться? Кто вы друг для друга? Вот. Вопрос доверия решается достаточно просто. Это ориентироваться на себя. Вы пытаетесь ориентироваться на другого. Вы пытаетесь в другом найти то, что вам не хватает. А ориентироваться нужно на себя. И делать только то, что хочется вам. Соблетая при этом личные границы и чётко следуя той позиции женской, которую вы видите для себя по отношению к мужчине. Вот. Это может быть позиция равенства, это может быть позиция ведомой, это может быть позиция ведущей. Все эти позиции требуют определённого обеспечения. Всё. По сути. Плюс наличие общего фундамента не гендерного, а именно индивидного, социального, чтобы вас объединяли какие-то интересы, дела и прочее. Ведь почему вы не доверяете? Кто-то боитесь? Вы боитесь? Вы боитесь. Но вопросом, чего вы боитесь? За это ответственность вы не хотите брать. Дальше. Это разъедает меня. Пишите вы. Что это значит? Ну, что значит то, что вас это разъедает? Это значит, что причиняет страдания. Это значит, что причиняет негатив. Если это причиняет негатив, то посмотрите, в чём негатив для вас. Просто возьмите и посмотрите. То есть, просто сказать, что просто разъедает, это... ничего не сказать. Понятно, что причиняет страдания, но что дальше, что глубже, что стоит за этим. Помимо этого, я постоянно сравниваю всех знакомых с бывшим мужем. Здесь ещё одно противоречие. Если вы считаете своего бывшего мужа идеалом, который вы сравниваете с другими, то как так вышло, что вы развились? Бучим идеалом, вряд ли бы вы развились. Так что извините, но тут противоречие. Скорее всего, вы сравниваете не своего мужа, которого вы видите и вы видите до недостатки, а его образ. Образ своего мужа, идеализированного своего мужа с другими людьми. И в этом смысле у других людей нет как раз такие шансов против вас, условно. Потому что, ну а какие могут быть шансы, да? Какие могут быть шансы, если, по сути, бороться с призраком? Далее вы пишете, значит, как избавиться от привычки сравнивать всех с бывшим мужем и думать, что он подходил мне больше всех. Ну, сначала разрешить противоречие, о которой я говорил. А во-вторых, избавляться от привычки не нужно. От привычки не избавляются. От привычки работают, привычку раскрывают. Это очень разные вещи. Ваше вот это вот избавиться, избавиться. Ваше избавиться. Это крайне деструктивная история. Избавиться. То есть, как бы избавиться, это значит подавить, убрать там и так далее. Это карательная мера против, эээ, против себя. Нужно раскрыть, что стоит за этим. Почему вы сравниваете, что вы хотите, какие у вас желания. Эти желания выделить и самостоятельно научиться в дуле дворах. Тогда всё будет хорошо. Ну и быть мягче. Быть мягче. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Эээ, кстати, мягкость у вас появится, как когда вы поработаете с лишним границами. Не будете бояться, что вас потом жарят удары да и так далее. Эээ, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.